МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы смотрите программу К нам приехал на телеканале Ля Минор И в гостях у нас сегодня Александр Ткачев Братка, Ваня, идти не могу Лихоманка с ума свела И печет меня правом поку И свобода мне не мила И зачем на рожон было лезть Жизнь свою отдавая за грош Братка, Ваня, оставь меня здесь Даль, видно, один пойдешь Говорить такого не смей Мне слова твои боленые Пусть устали мы, зиновей Но зато обоволеный я Я травы нарву, ляг поспи Я Христу помолюсь за нас Потерпи, зиновей, потерпи Как-нибудь дойдем, Бог даст Мне смотреть на тебя, брат, смешно И кому ж мы такие нужны У Христа поди дело полоно Так на кой ему каторжны Ну а если он слышит тебя Передай мысль заветную Пусть пошлет он, бродяги любя Смерть как сон неприметную Ты словами так не сори Ни к чему тебе веру марать Мы с тобой всю Сибирь прошли Так зачем нам теперь помирать Завтра утром с восходом зари Встретит нас мать Россиюшка Не помри, зиновей, не помри Завтра утром с восходом зари Встретит нас мать Россиюшка Не помри, зиновей, не помри Не помри, зиновеюшка Не помри, Зиновей, не помри, не помри, Зиновеюшка Итак, программа к нам приехала на телеканале Ля Минор Я очень этому рад И в гостях у нас Александр Ткачев В отличие от другого Александра Ткачева Это Александр Ткачев Петрович А еще иногда его называют Александр Петич Привет, Александр Здравствуйте, Александр Как вы поживаете? Ничего, спасибо, плохо Как вы? Волнуетесь? Очень Волнуетесь Я первый раз на такой замечательной программе Первый раз? Ну дай бог не последний Это супер Я вот тут открыл страничку и прочел такие вещи Вот пишут же про разных людей разные вещи А про вас пишут вот как-то в каком-то таком шутливом тоне Почему-то Автор Исполнитель юмористических стишков Стишков И песен разных жанров Регулярно выступающий на бардовских площадках Александр Ткачев В скобках Петрович Родился 8 марта Вот такое горе, да Да Рыба, стало быть Родился за полярным кругом в городе полярно-мурманской области Видимо, видел северное сияние Окончил Московский электротехнический институт в связи МЭИС Ну а что же он еще мог окончить? Полюбивший при этом портвейн 3 семерки, который стоил тогда 20 копеек за 83 грамма в лефортовских автоматах Работал почтальоном, секретарем суда, рабочим на стройке, слесарем высокого разряда, главным телефонистом НИИ, инженером, научным сотрудником, а также инструктором по туризму Заниматься музыкой начал в самодеятельном джаз-оркестре, играл на банже, на контрабасе, на гитаре, на бас-гитаре Пел в ресторанах, в том числе с пупой Как вы думаете, что такое пупа? А это оказывается пупа Такой итальянский певец А также для таких людей, как София Ротару Есть такая очень хорошая певица Читаю, как написано Эдвард Кеннеди, брат одного из президентов высоко развитого североамериканского государства Курт Вальдхайм, один из начальников ООН в прошлом веке и так далее В армии служил музыкантом военного оркестра, играющий на тубе «Б» Это контрабас, только духовой В течение нескольких лет был участником телепрограммы «Нашу гавань заходили корабли» Помните, была такая программа Эдуарда Успенского? Доводилось и по рюмашке живым классикам В последние годы выступает в центрах авторской песни Как стихоплет, юморист, автор-исполнитель В его еще не выученном наизусть репертуаре Юмористические стихи Песни в разных жанрах Шуточные, дворовые, застольные, старые, советские, народные Известных бардов, музыкальные пародии и т.д Продолжения и дополнения не исключены В зависимости от проблесков памяти пожилого человека А они не часто Я подумал, кого сейчас имели в виду? Его или... Ну, вы же обо мне говорите Представляете, Александр? Буквально вот через некоторое время В ближайшее время я стану пенсионером Да что вы! Ужас! Когда же это, наверное, будет-то? Ну, после 8 марта, там же написано А, вам исполнится 60 лет? Да! Да вы что? Exactly! 8 марта вам исполнится 60 лет Вот вы, когда сейчас пели песню первую Вот, если бы мы сейчас с вами не разговаривали Я бы думал, что вы ужасно грустный человек Вот просто ужасно грустный, знаете? Вот прямо... И самое интересное, что брови у вас домиком так делаются Знаете, как у грустных людей? А вот вы начали говорить, брови поменялись Александр, песня такая Песня, вот эта гаванская песня Как раз, брат Кавани Причем любопытно, что слова этой песни Сочинел обыкновенный участковый милиционер Сибири Да? Вот так Ее прислали сюда, в Москву Обыкновенный участковый милиционер Да-да-да-да Помните ли вы, уважаемые дамы и господа Что такое обыкновенный участковый милиционер? Обыкновенный? Сибирь Ну-ну, и чего? Как его звали? Не знаю А, вы даже не знаете? Не знаю, да Вот так песня становится народной Да-да-да-да Вот человек из народа сочинил Скажите, а вот вы человек все-таки В общем, веселый или не веселый? Ну, все юмористы, они вообще в жизни люди такие унылые, грустные Не-не-не, они включают, они называются включают грустного Не знаю, я Жванецкому верю Да-да-да-да Вот, мне кажется, он в жизни вот как раз То есть он отдыхает от всего этого Ну, не знаю, я несколько раз общался с Михаилом Михайловичем Да, не могу сказать, что он прямо такой грустный Он, скорее, немножко язвительный человек Язвительный немножко Это его творчество Еврейская черта Чувствуется Да Так я к чему про веселье-то? Про невеселый и Новый год К веселью я про невеселый и Новый год Видите ли, и в тех местах люди как-то справляют Новый год Или, по крайней мере, переживают его Я знаю, я был там Я был в тех местах Есть такая песня, она мне попала случайно И я ее немножко подработал Она сюжетная, хорошая Но такая совсем лубочная была Давайте, давайте, интересно Вот, я хочу вам показать ее Мне кажется, я ее нигде не слышал больше Она тоже грустная, кстати Вы Новый год встречаете свободно У вас сияние тысячи огней И в этот день вы пьете что угодно Но нам от этого, друзья, не веселей У нас по-прежнему вчерашняя забота У нас по-прежнему вчерашняя печаль А поутру тяжелая работа А впереди безжизненная даль У вас святы, шампанское соляда И девушки, и свечи на столах А нам в тайге считать свои года И волю ждать такие, брат, дела Вы с Новым годом поздравите друг друга Вино в бокалах и на душе светло И за окном вас не пугает вьюга В кругу друзей уютно и тепло А что у нас, те самые бараки На нарах сотни бьющихся сердец Свеча горит и в темном полумраке Вздыхаем мы до скорой конец У вас святы, шампанское соляда И девушки, и свечи на столах А нам в тайге считать свои года И волю ждать такие, брат, дела Вы на балах, в костюмах маскараданных Под звуки вальса кружитесь вдвоем А может быть, в каком-нибудь парадном Подружке шепчете о том о сём А может быть, с подругою обнявшись К утру уснёте в белых простынях Мы ж до рассвета, нехотя поднявшись Пойдём в пургу работать при огнях У вас святы, шампанское соляда И девушки, и свечи на столах А нам в тайге считать свои года И волю ждать такие, брат, дела И волю ждать такие, брат, дела Дождёмся ли, дождёмся ли тепла Грустная песня, да? Такие, брат, дела Вы смотрите программу «К нам приехал» На телеканале «Ля-минор» А в гостях у нас Александр Ткачёв Александр, у вас бумажка упала Как вы думаете, вы её поднимете? Вряд ли Без бумажки будет? Без бумажки, которые уже использованы А, то есть она уже не нужна Она должна упасть и исчезнуть Самое главное, чтобы она не мешала кадру Это я вас подколол Потому что наши телезрители Наши телезрители не могли не заметить Что вы посматриваете в тексты Которые ещё не выучили А почему вы не выучили тексты? Память стариковской не вечная С одной стороны То есть вы помнили, а потом забыли, да? Нет-нет-нет-нет-нет Я не доучил Вы знаете, чем отличается, скажем, память человека совсем молодого От память человека, у которого уже есть сосудистая патология? Ну вы мне сейчас расскажете Нет, ну на самом деле вы знаете? Нет А дело в том, что люди молодые, они помнят, что произошло сегодня Ну и, естественно, и спокойнее относятся к тому, что было раньше А вот люди постарше, скажем так, постарше Нормально? Постарше Они вспоминают, они точно помнят до мелочей, до деталей То, что было сто лет назад Во что был одет там, допустим, конкретный человек Или конкретная... Конкретный человек или конкретная жизнь Да, человека Да-да-да Я все начинаю вспоминать Вот эти самые, из тех лет Да-да-да-да Да А скажите, есть ведь песни, которые вы написали, но слов не помните, да? Есть, конечно Вы знаете, я не помню слова практически всех песен, которые... нет, как грамотно Всех песен, которые я написал, да? Да-да-да-да То есть выучить для меня текст, это... То есть вы написали... Хорошо, что сейчас можно на диктофон, там... Да, конечно Компьютер, да? Да-да Да Скажите мне, пожалуйста, а вы были... у вас там что-то... какое-то отношение к Нью-Йорку? Песня про Нью-Йорк Вы были вообще в Америке? Упаси Боже Упаси Боже? Да Это вы говорите человеку, который почти 20 лет живет в Нью-Йорке? Ой, извините, Александр Вот видите, как можно попасть в просак Да-да-да, можно Попасть в просак Нет, это во-первых... Нет, я просто... А во-вторых, знаете что? Домосед, не любите дальних путешествий Задет мои чувства сложно, потому что я знаю, что человек, он... абсолютно плохих людей не бывает Человек почему-то что-то говорит, он хочет, как правило, как лучше Но я говорю вам не поэтому, что я из Нью-Йорка, а дело... я говорю вам потому, что нас в том числе смотрит и Америка тоже О-о-о-о Я сейчас про них спою что-то не то Так что ведите себя прилично, Александр Хорошо Буду стараться Вот я думаю, что наши беспризорники, вот они сочиняли песни, пели про себя, да? В том числе они сочиняли и пели про беспризорников тех, тамошних, из далекой Америки А там есть беспризорники? Ну, они думали, что есть Вот это песни... Они были Все эти песни из тех времен Они были, беспризорники были Я думаю, что были, да Сейчас ситуация вот какая Сейчас в Америке просто не может быть беспризорников, потому что там программа государственная, которая... там сейчас детей боятся как огня, понимаете? Ребенок сейчас может сдать родителя в полицию, понимаете? Может быть, это и хорошо А уж если... а уж не родителя, тем более Попробуй там сказать пацану, а ну быстро отсюда! Что? Я позову полицию, говорит Да там, видимо, их женщине так просто не подойдешь, да? Никому не подойдешь Спасибо То есть общаться там сложно, да? Нет, общаться там легко, просто надо знать, как общаться Ну так давайте про Нью-Йорк, интересно, что вы там Ой, очень грустная песня тоже Опять Ну вот, понимаете, вот как-то вот программа так составила, что сначала грустный, потом чуть-чуть... А потом вы как-то даете в Вещеру, да? Нью-Йорк, как утон, голубым туманом, была зима, холодный ветер дул Сидел мальчишка в старом фраке рваном и пел у всех прохожих на виду Подайте, сэр, не проходите, дама, я вам спою, чем жизнь моя грустна Ведь у меня лежит больная мама Она умрет, когда придет весна А в городах большой архитектуры стоят богатые роскошные дворцы Живут там дети в ласке и культуре У них богатые и знатные отцы Живут там дети в ласке и культуре У них богатые и знатные отцы Им нипочем уличные драмы Им так легко исполнить свой каприз А у меня лежит больная мама Подайте, сэр, не откажите, мисс А у меня лежит больная мама Подайте, сэр, не откажите, мисс Замерзли ножки, ручки посидели Покрылась снегом белым головам И еле слышно через вой метели Звучат последние мальчишкины слова Подайте, сэр, не проходите, дама Я вам спою, чем жизнь моя грустна Ведь у меня лежит больная мама Она умрет, когда придет весна А у меня лежит больная мама Она умрет, когда придет весна Вы смотрите программу «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор» В гостях у нас Александр Ткачев, он же Петрович, он же Петич Помните, как там? Она же Мария Кацнельбогина, она же Анастасия Паниет Вы знаете, если бы не больная мама Я бы просто не разгибался над этой песней Я как представил себе парнишку с посидевшими руками Я сразу представил, как у парнишки, у мальчишки посидели руки такие волосатые Сидит пацан такой с волосатыми руками, они у него посидели И он просит, чтобы ему дали Это в каком году, интересно, писалось-то? Я думаю, что это где-то в 30-е годы, наверное Или даже в 20-е годы И причем эту песню причесать нельзя Потому что вся трогательность Как раз вот в этих несуразностях вроде бы А дело-то все в том, понимаете, что для людей, которые там либо бывали, либо живут Вот эта ситуация, она мне напомнила, знаете что? Была когда-то такая песня Я уж не помню, кто ее написал, не помню, кто ее пел Но звучала она так Идет по Нью-Йорку холодному А может быть по Лондону А может по Мюнхену бродит он Смоленский мальчишка Иван По Нью-Йорку Голодным и холодным Вот И поэтому, когда я слушал Я когда приехал только в Нью-Йорк Я очень быстро как-то, чуть ли не на второй день Встретился с Мишей Гулько Знаете, наверное, такого легендарного? Миша Гулько И вот он тоже мне спел одну песню Мама, ты спишь А тебя одевает Просто сердце обливалось кровью Я еще тогда не знал, что все на самом деле гораздо проще Гораздо проще, веселее Вообще, жизнь веселая штука, понимаете Я как человек, который живет одним днем Я знаю, что, в общем-то, когда одним днем живешь Это хороший рецепт для того, чтобы никогда не грустить Потому что грустишь же обычно по будущему, да Которое не сложится, наверное Так многие люди Или о прошлом А когда живешь со сегодняшним днем Ну как-то, ну проснулся, вроде жив-здоров Может быть, вы правы Да, да, наверное Может быть, надо так вот и жить Так и надо Ну, понимаете Я и так пробовал, и так пробовал Так лучше Гораздо причем Гораздо Гораздо Надо попробовать Вы поете, как вот Я только что сообщил нашим телезрителям Вы поете в разных точках, где поют люди, которые называют себя бардами Больше с бардами, да, конечно Скажите, а вот там написано, что вы в ресторане пели с пупой Что это за ситуация-то? Вы знаете, в советские времена я подрабатывал в ресторане И однажды в ресторан пришел Пупа Он тогда еще не был известным певцом Здесь, в Москве? Здесь его не знали, в Москве, как певца Он просто приехал, ну, видимо, как турист Пришел в ресторан к нам отдыхать А вы уверены, что это был Пупа? Абсолютно уверен Он сказал Он такой маленький, симпатичный, мужественник И поет здорово Подождите, Пупа пел джелата чоколада, нет? Я его репертуар плохо знаю Я один раз был его на концерте После того, как уже вот он приехал в Москву, как известный певец Вот тогда пришел просто гость И пришел его импресарию Говорит, вот с вами хочется петь Известный итальянский певец Пупа Знаменитый итальянский певец Пупа Ну, говорю, ну, ради бог, хочет там Он пел, хорошо пел Я ему попивал второй голос Мы пели классику итальянскую И потом, когда он запел свои песни Под фортепиано Стало скучно гостям И мне поручили, как человеку свободному Я вокалистом был Я его взял и говорю Пупа, шампанье Слышь Пупа Да И мы пошли с ним за столик Одну шампанку, вторую, третью И потом Пупа В общем, он отдохнул хорошо Он нам не мешал работать То есть выпить ему удалось Да То есть он пел гораздо меньше, чем пил Ну и класс И слава богу, и мы поработали Вот так мы убрались Пробега Пупа И потом только Я уже задним умом думал Ну что же я с Пупой-то толком не познакомился Такой великий человек приходил к нам в гости, оказывается Ну да, да, да И что я не знал Да, ну давайте, Александр Давайте тогда про ресторан Тем более, что самый раз тема подошла Есть такая замечательная автор-исполнитель Лена Казанцева Да, Лена Казанцева Прекрасная, да Прекрасная Она, вот чем она хороша Она вообще иронична И она к себе относится с самоиронией Да вы что? Это высший пилотаж Она очень красивая Я считаю, что относиться к себе с самоиронией Это вообще высшее достижение любого человека А для женщин? А когда женщина Да еще Барт Она же Барт Бартша Отдельная же история, понимаете Они же, в общем-то Они же особое мышление Или, как сегодня модно говорить Ментальность Ментальность Да, мышление Вот ей принадлежат такие строки Если бы я была свободна Если бы я была, знаете, да? О, я ее знаю Я с ней знаком Ну-ну-ну Я же с ней сидел везде глухаря То могла бы Если бы я была свободна Если бы я была горда То могла бы кого угодно Осчастливить навсегда Но поскольку не свободна И поскольку не горда То могу кого угодно С кем угодно А когда угодно Где угодно и когда Кого угодно, где угодно и когда Лена Казанцева У меня там есть какие-то пародии на нее Если вдруг она случайно нас слышит, большой ей от нас приятно Ну, если в Минске есть Ваша программа Да наша программа есть везде Просто везде, почти Если у Лены вдруг случилась тарелка А если нет, то ей передадут Передадут, конечно У Лены есть замечательная песня Она стилизована под городской романс Вот одна из, она мне разрешила петь В ресторан? Да, в ресторан И денег нет И вечер догорает И никуда Без денег Не пойдешь А в ресторане Музыка играет А у меня От музыки Балдеж Но я, увы Сегодня слишком Нищий Мне не дано Ответать Трюфелей И я живу Одной Духовной Пищей Мне от нее Становится Теплей Есть у меня Отличная Стрепуха Да у нее Сегодня выходной Нет у меня Нет у меня Ни голоса Ни слуха Но я от музыки Счастливый И больной Ах, ресторан Спасибо и на том Что у тебя Открыты на стежок Нам И я сижу Всю ночь с открытым ртом И сам себе Пою про Магадан Ах, ресторан Спасибо и на том Что у тебя Открыты на стежок И я сижу Всю ночь с открытым ртом И сам себе Пою про Магадан Я надеюсь Что вы не забыли Что вы смотрите Программу к нам Приехал на телеканале Ля Минор На самом лучшем Телеканале Ля Минор Я могу себе Такое позволить Я готов Так как есть И у нас в гостях Александр Ткачев Который Петрович Который может подтвердить Что это самый лучший канал У которого постоянно Вываливаются Лиски С текстом Который он никак Не может выучить Потому что человек К вам пришел Не очень уклюжий Ну бывает Возраст Помочь вам С какой-то бумажкой Пусть лежит Пусть ей лежит Понадобится Подберем Потрясающая песня И я просто Вот сейчас вспоминаю Как мы сидели С Леной Как раз В гнезде глухаря И как она пела Эти свои песни Она такая Очень специфическая Специфическая такая Там очень У нее Все-таки Женщина-поэт Женщина-бар Все-таки Очень мозги такие Пронзительные Знаете Хочется иногда Чтобы женщина Открыла рот Да И сказала И чего А дальше как Да ты что А вот как-то от Лены С Леной бывает так Что сам рот открываешь Да 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 Потрясающе Она меня и познакомила Она меня ввела Вот в этот вот Круг Круг 16 Для минора Как и полагается Ну да Для минор Святой Дилы Да Конечно Вот А после революции 92-го года Когда потихонечку Да-да-да Учитывая то что вам В этом самом В марте Восьмого марта Будет 60 Когда вы сказали После революции Я подумал Что вы имеете ввиду Тур Да нет-нет Вот Когда Ну пришлось поменять профессии Многим наверное Да Вот Ну и я тоже Я перестал заниматься наукой Так уж получилось А вы кандидат не будете Или доктор Спасибо боже Нет-нет-нет Я был конструктором Наверное неплохим И Попробовал себя На бирже Ага Из меня Я понял Никакой Я про пулю вспомнил сразу Да-да-да Вот И потом Я вспомнил Что я же что-то умею Я взял Проверил Я свои стишки Послал В издание А песни послал На радиостанции И вот когда Впервые Я помню На эхо Москвы Прозвучала первая песня Я решил Что все-таки Я не дилетант И начал этим заниматься Ну а где-то Напечатали стихи Вы знаете То есть вы сейчас сказали Вы сейчас Пытаетесь Я сейчас буду Говорить Языком Адвоката дьявола Ладно Так-так-так-так Вы сейчас пытаетесь Продать нам историю Про человека Который Был Ученым Работал В НИИ И потом просто Попал Ввиду революции В ситуацию Когда ничего не оставалось Как просто взять гитару На самом деле Александр Ну мы-то знаем с вами Взрослые люди Что если человек играет И поет И пишет Он на самом деле Именно этим И занимается Всю свою жизнь И если занимается Чем-то другим То это просто Вот как раз По случаю По ситуации По не сложившимся Каким-то причинам А на самом-то деле Творческая Профессия Даже которой Я бы и не стал Называть профессией А творческое Нутро Оно Основное Эх, Александр Если бы можно было В те времена Это нутро Сделать профессией И получать за это Извините Денги Еще и деньги В те времена Я, конечно, получал Работу в ресторане Но не как автор Я просто пел Чужие песни Самых равных жанров Кстати, в ресторане Люди зарабатывали Неплохие деньги Очень, очень Я даже Уже будучи Уже будучи даже врачом Закончив Когда-то мединститут И будучи уже врачом А не первый метод Нет, я Пермский заканчивал Я в детстве Детство проводил в Питере Потом На Урале Вот в Перми я учился Я умудрился петь В ресторане тоже И тоже зарабатывая деньги Кстати говоря Неплохие по сравнению С тем, что зарабатывали врачи Конечно Как вы понимаете И что, кстати говоря И продолжают зарабатывать врачи Очень часто Врачом или музыкантом? Но не будем о грустном А? Врачом или музыкантом? Что? Зарабатывают? Да Не, ну сейчас-то я То есть уже не поете, да? Я пою Я и пою Профессионально заден Да все я делаю Как это иногда делаю и я Да-да-да Я вам потом расскажу Да я, собственно, много раз Про себя рассказывал Меня даже иногда упрекают Сколько можно про себя рассказывать Поэтому я вам расскажу Так много Я вам расскажу отдельно Скажите Вот опять я вижу Опять я вижу Пьяный ковбой Но ковбой же Это же все-таки Американское понятие Американское, да Все-таки опять Ну у нас пастухи вообще-то, да Скажите, Александр Вот вы сейчас сказали В самом начале Я все-таки не могу Никак от этого избавиться Вы сказали Когда я спросил Были ли вы в Америке Вы сказали Как вы сказали Упаси Боже Упаси Боже, да Упаси Боже А ведь помните Было время Это сегодня говорят Упаси Боже Потому что сегодня Такая у нас Тенденция Чтобы быть политически Корректным Надо говорить Упаси Боже Надо не очень любить Америку А было же время Помните Когда Ко всему Вообще оттуда И в частности Из Америки Относились С таким трепетом Да, да Сейчас тоже Такое есть Но говорите Вот джинсы И вообще Жвачка Помните Лайфсейбер Даже когда из Болгарии Что-то приходило К этому относились С трепетом Так ковбой тогда написан? Ковбой написан Мне кажется Очень давно Я думаю Что слова Исходные Это Роберт Бернс Просто чей-то перевод Народный перевод Этой песенки Почему вы так подумали? Или вы знаете? Мне просто сказали Что скорее всего Мне нравится А потом по стилю Уважаемые Дамы и господа Мне нравится Вообще ход Мысли Александра Он говорит Мне кажется Что это Роберт Бернс А почему он так кажется? Да мне сказали Где-то слышал Ну давайте про ковбоя Country Country Однажды я пришел Домой Был пьян Как стелька я Чужая лошадь Во дворе Где быть должна моя Своей хорошенькой жене Сказал с упреком я Откуда эта ложь Там где быть должна моя А где ты видишь лошадь Шел бы лучше спать Эта дойная корова Что дала мне мать Объездил я ведь белый свет Облазил все края Коровы дойные Под стедлом Нигде не видел я Второй раз Прихожу домой И снова в стельку я Чужая шляпа На гвозде Где быть должна моя Своей хорошенькой жене Сказал с упреком я Откуда эта шляпа Там где быть должна моя А где ты видишь шляпу Шел бы лучше спать Это же ночной горшок Что принесла мне мать Объездил я весь белый свет Облазил все края Соломенный ночной горшок Не видел я друзьям На третий день Пришел домой И снова в стельку я Гляжу чужая пара брюк Где быть должна моя Своей хорошенькой жене Сказал с упреком я Откуда здесь пара брюк Где быть должна моя А где ты видишь брюк Шел бы лучше спать Это старое трепье Что принесла мне мать Объездил я весь белый свет Облазил все края С застежкой молнии Молния трепья Не видел я друзьям Четвертый день Пришел домой И снова в стельку я Гляжу в кровати Голова И вроде не моя Своей хорошенькой жене Сказал с упреком я Откуда здесь голова Где быть должна моя А где ты видишь голову Шел бы лучше спать Это же качан капусты Что дала мне мать Объездил я весь белый свет Облазил все края Но чтоб качанцу Сами был Не видел я друзья На пятый день Пришел домой И снова в стельку я Гляжу в кровати дитятка И вроде не моя Своей хорошенькой жене Сказал с упреком я Откуда здесь и дитятка Где быть должна моя А где ты видишь дитятку Шел бы лучше спать Это ж старые полены Что дала мне мать Объездил я весь белый свет Облазил все края Но чтоб полена писала Нигде не видел я Да, это был действительно Роберт Бернс И мне об этом тоже говорили Вы смотрите программу К нам приехал на телеканале Ля Минор В гостях у нас Александр Ткачев Александр, а вам не приходилось Никогда быть в роли Пьяного ковбоя? Ну, ковбоя Нет, я имею ввиду Вот По сюжету этой песни А вот Вы знаете Или трезвого Тут же два варианта Один был пьяный Другой трезвый Вернее, нет Одни были трезвые Другой все время был пьян То есть в каких-то элементах Конечно Ну, так что вот в прямую Слава богу, нет Я так думаю Хотя, ну, разве может быть В уверенном поле То есть я так думаю Это значит Речь По крайней мере Из этого я так думаю Я как Шерлок Холмс Методом дедуктивного мышления Прихожу к выводу Что вы как минимум Женаты Или были хотя бы Были, были Конечно, были Да? А сейчас? А сейчас мы В свободном полете? Да Как сказал Артемий Троевский У вас вакансия Он, правда, это говорил По отношению к женщинам Он говорил Что хорошо, когда женщина Идет в толпе И смотрит поверх голов И в глазах у нее Не светится вакансия Ну, да, да А у вас светится вакансия Как вы думаете? Вот вы себя, наверное, знаете Вот вы идете, допустим Выходите Идут женщины В толпе Вы идете Смотрите поверх голов Или все-таки смотрите С вакансией Ну, видите ли, Александр Видишь ли, Юра У меня есть Дядя Петя Такое серостишье Я идею украл у Губермана Красивой женщине Ни разу Я подойти Не мог решиться Боялся раньше Я отказу Теперь боюсь Что согласится Возраст Понимаете? Возраст Какой возраст? О чем вы говорите? Вы пенсионер А? Пенсионер Как-никак Я Мне Продюсеры мои просто С которыми я работаю Запретили говорить мне На вопрос Сколько у меня нет Мне всегда 50 Мне всегда 50 Ну, вам 49 не дашь Вот Но дело в том Что Какой возраст? В каком возрасте Вы говорите В неполных 60 В 16 В 60 мальчишек В России Это преклонный возраст Серьезно? Да Ну, 59 средний возраст Представляете? Ужас Средний возраст? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй В России И с таким настроением И с таким настроением Помните, как в том анекдоте С таким настроением Ты слона не продашь Ну, понимаете Вот лучше немножко Знаете как Лучше вот так подавать себя женщинам Чем хорохориться Не-не-не Хорохориться-то не надо Но все-таки Понимаете Дело в том, что Я ведь по своей первой И долгой специальности Врач-психотерапевт Который занимается Как раз проблемами взаимоотношений Мужчина и женщина Вот вам-то мы придем Лечиться Так дело все в том Что я вам скажу Что женщины Они, конечно, не любят Тех, кто хорохорится Но Человека, который готов к отношениям Все-таки видят сразу А человека, который не готов Тоже видят сразу Понимаете Поэтому Ну, поэтому Просто имейте это в виду Хорошо? Что у нас там дальше идет? А дальше у нас идет вот что А, дальше идет Классическая песня Всех времен и народов Помните Когда разбилось стекло Да И выглянул дворник Татарин, как сейчас помню Увидел А нет Выглянул Викник Сор И спросил дворника Это ты? Он говорит И вышел мальчик И сказал Не Он бы не попал Это я И это был мамочка Из республики Шкид И пел он песню У кошки Четыре ноги И вот Ведь в фильме прозвучал Только один куплетик Да Вот А мне попался Полный текст этой песни Она замечательная Она симпатичная Она как раз в том духе Вот Вот этот шарм Ее Ну, сейчас Давайте ее просто пропадим Давайте сейчас расскажем песню Да Потом Сюжетик Да У кошки четыре ноги Позади у нее длинный хвост Но трогать ее не моги За ее малый рост, малый рост А ты не бей, не бей, кота по пузе Кота по пузе трогать не моги А ты не бей, не бей, кота по пузе И мокрым полотенцем не моги А кошку обидеть легко Утюгом ее между ушей И не будет лакать молоко И не будет ловить мышей И не будет лакать молоко И не будет ловить мышей А ты не бей, не бей, кота по пузе Кота по пузе трогать не моги А ты не бей, не бей, кота по пузе И мокрым полотенцем не моги А у ней голубые глаза На ресницах застыла слеза Это ты наступил ей на хвост Несмотря на ее малый рост Это ты наступил ей на хвост Несмотря на ее малый рост А ты не бей, не бей, кота по пузе Кота по пузе трогать не моги А ты не бей, не бей, кота по пузе И мокрым полотенцем не моги Ну что тут скажешь Тут не только кота А вообще к животным относиться надо трепетно Дружелюбно и доброжелательно Потому что отношение человека к животному Это отношение человека к самому себе и окружающему миру Тут уже ничего не попишешь Александр, а у вас-то есть какая-нибудь животина? Вот у меня, например, сколько я себя помню, были собаки У меня даже тараканы кончились дома У меня появилась песня «Влюбленный таракан» Вот как раз после того, как последнего я Последним попрощался Последний? Да, у меня был только ежик когда-то в детстве Так Так вы один? Вы совсем один? Да Ну и как, комфортно? Ну, скучновато, конечно, без животных Без домашних А я вот буквально на днях был юбилей театра «Луны» 15 лет И там один актер, Владимир Лаптев, он пел песню Александра Вертинского «Как хорошо проснуться одному» У вас нет такого ощущения? Нет Нет? Так, а чего вы не поменяете ситуацию-то? Ну, в каком смысле? То есть, сделаться не одному, да? Ну, да Ну, в поиске, как говорится Ах, вы в поиске? А тогда скажите, а какой у вас критерий вообще? Вот какой она должна быть? Вернее, какой было бы неплохо, чтобы она была? У меня есть вот идеал женщины, он так сформулирован «Ищу такую, чтоб была тиха, как рыбка, да чтобы чувствовал себя ясней, безрогим, да чтобы носила белозубую улыбку и не короткие, не худые ноги» Ну, вот, так сказать, совсем уж так А дальше есть? А? Или это четверостища? Да Нет, дальше нет Нет, я думал, может, дальше вы расскажете сейчас Я стараюсь кредо как-то вот кратко так спарлемировать для себя Да, 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 кроткой, да, 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 в этом что-то есть Такие есть, таких много Конечно, есть, сколько угодно Искать, искать, найти, не сдаваться Так нет, их даже, их не надо искать даже, они ведь ходят рядом И представьте себе, что среди них даже есть такие, которые, в общем-то, с удовольствием бы с вами вступили в какие-то отношения Вы же не предлагаете ничего Дело времени, Александр Дело времени, вот выйду на пенсию, да? На пенсию выйду, время освободиться Чем еще заниматься? Творчеством и поиском Поиском и творчеством И там, и там что-нибудь-то получится, я так думаю Смотрите, мы живем ведь уже в следующем тысячелетии, да? Да, да В 21-м, да? И уже сейчас у многих молодых, а у нас тем более, есть шанс сказать, что вот в прошлом веке, да? Да, да В прошлом веке, в прошлом веке И вот я прочел в описании вашего творчества тоже про прошлый век У вас, наверное, есть, да, что-то про прошлое? Да, да, причем про начало прошлого века Да? А вы себя ассоциируете с каким веком? С прошлым или с этим? Вообще-то, как вам сказать, родом, как у Высоцкого, я родом из детства, да? Вот все самое такое, оно было в детстве Ведь недаром же иногда люди, прошедшие войну, считают самым счастливым временем войну Хотя это же ужасно, да? Но они были тогда молодыми Детство, да, детство Вот у них воспоминания самые хорошие А у вас есть какое-то такое воспоминание, которое, вот, знаете, я иногда, когда занимаюсь с пациентами И провожу, скажем, ну, какой-то сеанс психотерапевтический И предлагаю им почувствовать себя комфортно Я, как правило, предлагаю им вспомнить какое-то очень такое явно связанное с комфортом состояние И, как правило, все тянут Как правило, все тянут детство, юность, вот какие-то те вещи Хотя на самом деле у людей ведь бывают комфортные и счастливые состояния в разном возрасте Бывают, конечно Когда последний раз у вас было счастливое... Когда вы чувствовали себя счастливым? Последний раз Если можете, скажите, в связи с чем? Ой, ну, вопрос на засыпку называется То есть счастливых моментов было очень много И даже уже в этом веке Да? Да Ну, в связи с чем? Не обязательно фамилии, имена, явки Но это была женщина все-таки, да? Ну, конечно Ни таракан, ни ёжик? Нет, 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 ну, конечно, женщина Все-таки женщина Да Все-таки женщина А скажите тогда, Александр, а почему они не удерживаются? Вы знаете, раньше я был блудливым в юности Ну, как, наверное, многие И вот эта глупость, она потеряла многих Вот, теперь я мудрее стал И думаю, что вот если сейчас что-то сложится А я думаю, что сложится Это будет уже серьезно долго, скорее всего Вы знаете, я когда был дежурным психиатром по городу У нас работал доктор один Ну, и когда пациента смотрели То в журнале делали наблюдение Ну, заметки писали Дневник так называемый Вот И он про одного пациента, который У которого началась белая горячка А в связи с белой горячкой И он начал, он куда-то пошел Там кого-то начал ловить, искать Вот Так доктор этот написал К утру стал блудлив Он имел в виду, что он начал бродить там К утру стал блудлив Да Интересно это все Ну, так что про прошлый век споем? Давайте Значит, песня Вы знаете, она была такой Очень стебной матерной В свое время Я ее Узнал Лет, наверное, сорок назад В самый вот такой период застоя Вот Она была кухонной песней Она была у нас вот Отрядной кухонной песней Мы всегда ее пели Каждый сбор Друзей Вот Я ее называю Из летописи прошлого века То есть о том Как вот та самая революция Как она на самом деле происходила Вы имеете в виду Уже та самая Да, вот Севнадцатый год Ну, сейчас я буду петь уже Я ее пригладил То есть там уже таких вот Мата не будет Нет, нет Упаси Боже А то мне придется все Предупрежать Я буду пипи вставлять Ты помнишь, Юра Какое было время Ты помнишь, Миша Революция была Народ случалось Поколачивал евреев А гимназистки покушались На царя А помнишь, Юра Как был ты хулиганом А помнишь, Миша Каким ты был вором Городового мы убили Из Нагана Потом связались С марсисским кружком А помнишь, Юра Ту конспиративку Ну, где картина Три богатыря Под ней ты Уговоривал блондинку Ну, то, шо раньше Покушалась на царя А шо б тебе Политику не шили Мол, под картиной Приблизил бунтаря Для конспирации Мы так водяру пили Шо обрыгали Одного богатыря А помнишь, Юра Как грохнул залп Авроры И весь народ Куда это побежал А про царя в толпе Такие разговоры Как будто всем Патрешки задолжал У входа в зимний Весь золотом расшитый И с бородой большой Мы думали, шо царь Его топтали мы По морде знаменитой А перед смертью Он сознался, шо швейцар А помнишь, Юра Возле гардероба Стояла баба С голой задницей Без рук А ниже пупа Ни листочка Ни укропа Ее болезнью Болел наш политрук А помнишь, Юра В зал ворвались быстро Весь в белых камушках Посередине трон На тонном ручка Шо позвать министра Пущай придумает Какой-нибудь закон А через год В ликбезе нам сказали Шо камни эти кафелем зовут Ну а потом Газеты написали Шо ця клозет А ручкой воду льют А помнишь, Юра В ЧК служили с Федей В ЧК не шаг Мы шли в одном строю Шо б не мешались Мы убрали всех соседей И тетку Марью Не порол шо б Ерунду Ну а потом К Котовскому подались Нам мы говорили Шо готовится погром Коней нам дали Мы тут же их продали Нас перестроим И расстрелять хотел нарком Ну а потом Чего-то пожалели И даже дали Именной наган А шо в нагане Том патроны Не ржавели Его купил В рассрочку Белый капитан Да натворили вы делов Александр Ткачев Ну это и не мы натворили Александр Ткачев натворил делов А вот получилось Получие стихи Программа к нам приехала На телеканале Ля Минор Александр Ткачев у нас в гостях Человек, который знает Про все революции Начиная с 17-го года И так далее Слышал про все революции Ну да, говорили Говорили вам это Александр Был же наверное кто-нибудь Или может быть есть кто-то Под кого Под кого Знаете Я вспомнил ранее В случае под себя Под кого вы Под кого вы Поете Пишете Исполняете Ну вот Бывает же Особенно у людей Которые играют на гитаре У них обязательно есть кто-то Кто является их Ну я пытаюсь все время Избежать слова кумир Но человек Который Который Вольно или невольно Подражаешь Ну я поскольку Ресторанный певец Я конечно имитировал Во всяком случае подражал Пытался Так сказать Перенять манеру всех Кого я пел А в ресторане Вы же знаете Там поют всех Всех Тилентано Бонниен А вы умеете Кстати говоря Можете спеть под кого-то Я не могу Полностью имитировать Но старался как-то Вот стиль такой Сохранить А вот когда будете Речечку петь Кого будете имитировать Висоцкого или Галич Нет Ни того ни другого Я совсем недавно Услышал Высоцкого У меня совершенно Другая мелодия Ну и потом Пытаться петь Голосом Высоцкого Это неблагодарно Мне кажется Да и не стоит Вы знаете Вадим Семенович Это мой кумир Да Но он постоянно Он постоянно Получает упреки Вот в имитации Высоцкого Он говорит Я не имитирую Высоцкого Я так разговариваю Я так разговариваю И говорит Я просто Я очень люблю Высоцкого И по стечению обстоятельств Голос похож Так вот я передаю Мне нравится то Что делает Никита Скажу вам честно Хотя я знаю Что очень многие Предъявляют ему претензии Но люди вообще Склонны Предъявлять претензии Особенно По поводу того Чего сами они Хотели бы делать Но не делают Как вы думаете Ну давайте мы их Речечкой зальем Давайте Мне очень нравится Песня Она хоть и Она воровская Вроде бы Да Лагерная Но Что-то в ней есть Вот какой-то шарм такой Там же Проблемы все-таки Главные Это любовь Верность Предательство Наказание Все это с точки зрения Они же везде Они везде Ихней А что в лагере От суммы от тюрьмы Вы сами знаете Да конечно И там много людей Которые В общем Наверное Не совсем справедливо Появляются Изначально Изначально Я думаю Изначально Там появляются Несправедливо Все То есть Человек же Рождается Нормальным Ну по идее Да Философски Да Потом что-то происходит Чаще всего Не по его вине А уже потом Он уже идет По течению Либо он с этим борется Да А так у нас устроено Что потом он Попадает в обстоятельства И становится Ну выходит оттуда Как говорят Неисправленным Хоть и должно Это дело Исправлять Якобы Ну ладно Бог с ним Ой хорошая песня Длинная правда Течет речка По песочечку Бережочек Сносит Молодой Жульман Молодой Жиган Начальничка Просит Ты Начальник Ключик Чайничек Отпусти На волю Там Соскучилась А может Сучилась На свободе Фройля А начальник Ключик Чайничек Не дает Поблажки Молодой Жульман Молодой Жиган Гниет В каталажке Я пущу тебя На волюшку Воровать Ты Будешь А ты Запейся Воды Холодненькой Про любовь Чайничек А парнишка Совершил Побег Обманул Охрану Он Начальнику Ключик Чайнику Нанес Сердце Рану Течет Речка По песочечку Моет Золотишко А молодой Жульман Молодой Жиган Заработал Ловышку Помер Цыган Молодой Жиган Ох ты Доля Злая Ходит Лишь В степи Конь Вороненький В бруе Золотая Его Гроб Несут Коня Веду Конь Головку Клонит Та молодая Шансоньеточка Жигана Хоронит Я цыганка Шансоньеточка Звать меня Маруся Дайте мне Та вон Начальничка Кроме Я Напьюся Течет Речка По песочечку Берега Крутые А в тюрьме сидят Арестантики Парни Молодые А в тюрьме сидят Арестантики Парни Молодые Продолжается программа К нам приехал на телеканале Ля Минор В гостях у нас Александр Ткачев Который сказал, что я сейчас пою длинную песню Я подумал, ну какая же это длинная песня Я вот помню Я участвовал в каком-то концерте Посвященный Высоцкому И там тоже Там можно было нам петь по две песни И вот когда я вышел, я сказал Я спою одну песню Зато длинную И спел час зачатия Вот она действительно длинная То есть Вы смогли спеть эту песню Я не решаюсь Почему? Она мне очень нравится Она жутко мне нравится Потрясающе Я даже знаю там Один куплет, который мало кто знает Ну по крайней мере мало кто Никто не поет Вы знаете эту песню? Ну конечно Там есть, помните такая Спекулянтка была номер перший Ни соседи, ни бога, ни трущи Я такого куплета не слышал А я знаю Потом могу сказать Ну я это слышал вот с диска Французского Ну с французского, естественно Естественно Ну хорошо Вы слышали с диска французского И как раз к слову о Франции Про Марсель Вот это длинная песня Не знаю получится или нет Она требует там голоса Это девушка из Нагасахи Нет, нет, нет Это немножко другая А Вот Ну у меня немножко ангина Поэтому я значит Попробую Отбился Шумит ночной Марсель В притоне трех бродяг Там пьют матросы Там женщины жуют Сердца пьянит азарт Всем одна И в притоне трех бродяг Стало тихо в первый раз И никто не мог никак Оторвать от дамы глаз Лишь один надменный взор В плен той дамы не был вз взят Жан-Пьеро Пашевор Пил вино так час назад Скрипку взял скрипач слепой Приподнял ее к плечу Что шабаш Станцуй со мной Я танцую и плачу Шумит ночной Марсель В притоне трех бродяг Там пьют матросы Там женщины жуют С мужчинами табак В углу сидит апаш Забыл он все вокруг Он знать не хочет краж Он знать не хочет карты девушек Как вдруг В перчатках черных дамок А с нею незнакомец В цилиндрин и во фраке Вошли в притон Не стало слышно шума Замолкли Камы драки Когда рукой червонец Бросил он И в притоне трех бродяг Стало тихо Как в тот раз И никто не мог никак Отвести от дамы глаз Лишь один надменный взор В плен той дамы не был взят Жан-Пьеро Пашевор Пил вино как час назад Скрипку взял скрипач слепой Преподнес ее к плечу Что шапаш Станцуй со мной Я за смерть твою плачу Там жизнь недорога Опасна там любовь Недаром не глас руга Там часто по утра Стирает с пола кровь Да Вы смотрите программу К нам приехал На телеканале Ля Минор В гостях у нас Александр Ткачевов Александр Как вообще живется В обществе Вы Есть у вас какие друзья Какая-то Компания какая-то Есть, конечно С которыми вы Проводите время Если да То что вы делаете Знаете Я не буду задавать вам Вопросы про хобби Потому что Человек Который Занимается Творческим Каким-то делом Ну о каком хобби Спрашивать Он делает то Что ему придет В этот момент в голову Но тем не менее Друзья Друзья Окружение Компания Как проводите время Есть, конечно У меня круг друзей Хороший С которыми мы Дружим Слава богу Уже лет Наверное 35 Ну 70-го года Но их немного Друзей же не бывает много Да Каких-то там 10 человек Все-таки 10 человек Это много Вот этот круг друзей Да Мы по жизни идем вместе Уже четвертый десяток лет Так уж случилось А как у них Семьими Семьими С парами У них Свои семьи Свои какие-то жизни Но тем не менее Все это общий А дети завидуют Завидуют тому Что мы есть друг у друга Да Потому что сегодня В общем-то Как правило Людей друг у друга Нет в том понимании В котором это было принято В наше время Бывает редко Что вот такой круг Довольно большой круг друзей Идет по жизни вместе Уже много лет Да А вот Мне бы не хотелось Чтобы знаете Сидели два Старых ворчуна И говорили Как плохо Не надо так о себе Александр Не кокетничать Нет Я имею ввиду И говорили Про то что Вот у сегодняшнего поколения Нет Да У них что-то есть Конечно же Но Я думаю Что очень многого У них нет Потому что у них Очень много есть Знаете У них есть телевизор У них есть Компьютер У них есть интернет У них есть вещи Которые Они не могут Заменить общение Но они В силу этого Они просто Про наличие общения Не узнают Вот в чем дело Понимаете Это конечно Жалко Жалко людей Молодых Совсем молодых Хотя конечно Люди общаются И находят что-то Но все-таки Согласитесь Что-то не то У них У них есть проблема Потому что им Вот это вот Интерактивное общение Через интернет Заменяет живое общение Наверное Что-то тут не так Трудно Может быть Нам трудно Поставить себя на их место Может быть Им комфортно в этом Мне это как раз Легко поставить Потому что я Ведя программу Скажем В интерактивную программу На радио Да и на телевидении тоже Но все-таки На радио В основном Получаю очень много писем И звонков Как раз от людей молодых И я Примерно знаю Чем они живут И знаю Что у них на душе И кстати говоря Среди них есть Огромное количество Очень большое количество Людей нормальных Которые могли бы И жить И общаться Как тогда Но сегодня как-то Это не очень принято Вот же в чем дело А вот если бы вы были Учителем Или если бы вы были Законодателем Если бы от вас Что-то зависело Вы понимаете Что Очень трудно Работать с человеком Когда он уже вырос И сформировался С ним надо работать Видимо где-то там Что бы вы сделали Вот что бы вы сделали Я например знаю Что бы сделал я А что бы сделали вы А вы расскажите Может быть Я совпадет Я расскажу Но мне интересно Что бы сделали вы Вот для того чтобы Как-то немножко вернуть Как-то немножко вернуть Вот ту духовность То святое Те ценности Которые были Когда-то При том что Прогресс Конечно все очень хорошо Ну я бы наверное Учил все-таки Общению живому Так Потому что Не знаю Мне кажется Вот это обкрадывает Вот единственное Я думаю что Недостаток цивилизации Который присущ Современной молодежи Это недостаток Общения Из-за Окей Очень близко Очень тепло Очень тепло А вы бы учили Их общению Как Вот что бы вы Конкретно делали Вот вы учитель Вы директор школы Я не знаю Вы Рано Я не знаю Как он сейчас называется Рано Банально наверное Поехали В походы Пошли Там То есть Живое общение Встречаться Глаза в глаза В кругу Не через интернет Не там Заочно Ведь там же У меня даже песня такая есть Я ее не помню К сожалению На память Как Люди узнают С кем они общались Когда встречаются Да Там бывает так что Вместо Молодой девушки Ты встречаешься Там с каким-то Коллегой дедушкой Да Вот Который тебе пишет Ну да Ну на самом деле Можно конечно Можно определить Это обезличивает человека И Что-то В чем-то обкрадывает Вы знаете что мне кажется Я совершенно с вами согласен На душе Обучить живому общению Я думаю что Очень хорошее Мету Очень хорошее Очень хорошее Обстоятельство Для обучения Живому общению Это обстоятельство Актерского мастерства Ну это вообще идеальный вариант Понимаете Ну это Это ведь Для не очень широкого круга Я так как раз говорю о том Вот я все время говорю о том Где бы я Вот не находился Я все время говорю о том Что А почему Не ввести Основы Актерского мастерства Какие-то В школы Как Ну Хотя бы как факультативный предмет Ведь уроки же пения есть Уроки там Я не знаю Музыки же есть Учат же там детей Я не знаю Нотной грамоти Элементарной хотя бы Почему же элементарному Актерскому искусству Мне кажется Это был бы идеальный вариант Потому что актерское мастерство Это и Это и есть живое общение Это модель жизни Модель Научивание общению Конечно И плюс еще Люди познают много Да еще при этом Увкуснятия Они должны знать же Театр, литературу Конечно Мне кажется это здорово Почему это не приходит Людям в голову До сих пор не знаю Ну вам-то пришло Ну мне пришло От меня Я законы Не издаю Я не утверждаю Разлука Это та самая Да Классика Та самая Грустная петь Она кстати Не такая грустная Хоть она и считается Очень какой-то такой Грустной Да А вот Ну вы сейчас ее не грустной сделаете Нет, я буду грустной Как вот ее И поют все Потому что это классика Ну что ее корежить Ну да Но по тексту Она А с улыбкой Она по-моему Хорошая песня такая Вполне Разлука Разлука ты, разлука Чужая сторона Никто нас не разлучит Лишь мать сыра земля Все пташки, канарейки Так жалобно Так жалобно поют А нам с тобой, мой милый Забыться не дают А нам с тобой, мой милый Забыться не дают Зачем нам разлучаться Зачем в разлуке жить Не лучше ли повенчаться И жить, да нету жить Не лучше ли повенчаться И жить, да нету жить Разлука ты, разлука Чужая сторона Никто нас не разлучит Лишь мать сыра земля Никто нас не разлучит Лишь мать сыра земля Хорошо, что все-таки Не песня разлука Заканчивает нашу программу А то совсем бы было грустно Согласитесь Но песня все-таки не такая грустная А песня совсем не грустная Конечно, ну чего Разлука ты, разлука Никто нас не разлучит Лишь мать сыра земля Ведь понимаете Можно услышать это Как разлука А можно услышать Как никто нас не разлучит Понимаете А дальше мать сырую землю Отпустить И получится И получится, что идея песни Заключается в том Что никто нас не разлучит Не лучше ли пожениться И жить, да не тужить Главное Все любят Она Вы знаете Когда песня и кино Песня становится Поистине народной Вот эта песня Из какого кино Она была Напета Юрием Никулиным Да? Ага В фильме Карен Шахназарова Да? Нет, нет, нет Какой фильм? Фильм-то Постой паровоз А, это Нет, нет, нет Это Гайдай же? Гайдай, да, да, да Вот, она там была Ну, такая стебная песня Юмористическая, да А на самом-то деле Она серьезная, вирическая Такая Ну, конечно Грустная песня В общем, более-менее Вот Ну, споем ее, да? Ну, да Ну, конечно Вот тронулся поезд В далекую сторонку Кондуктор Нажми на тормоза Я к маменьке родной С прощальным поклоном Спешу показаться на глаза Летит паровоз По долинам, по взгорьям Летит он неведомо куда Я к маменьке родной Заеду ненадолго А срок мне представлен На три дня Не жди меня, мама Хорошего сына А жди Мошенника вора Меня засосала Опасная трясина И жизнь Моя вечная игра А если посадят меня За решетку В тюрьме Я быть долго не смогу И пусть луна светит Своим продажным светом А я все равно я убегу А если я вдруг окажусь В лазарете Я буду страдать и умирать Ты, мама, приди ко мне Моя родная Меня приласкать, поцеловать Прости меня, мама Прости, дорогая Вот все, что я матушке скажу Теперь я не знаю В которую минуту Я буйную голову сложу Постой, паровоз Не стучите колеса Есть время Взглянуть судьбе в глаза Пока еще не поздно Мне сделать остановку Кондуктор Нажми на тормоза Я к маменьке родной Больной и голодной Спешу показаться на глазах Очень оптимистичная песня, да? Для конца программы Вы знаете, действительно, это оптимистичная песня Тем более, что программа наша заканчивается Я очень надеюсь, дорогие мои телезрители, что настроение Александра, то самое скрытое, позитивное настроение передалось вам Спасибо вам за то, что вы были здесь Спасибо за ваше настроение Спасибо вам Мне очень понравилось Я думаю, что нашим телезрителям тоже наш с вами разговор понравился И люди очень скучают Люди очень скучают по хорошим песням И те, кто будет смотреть канал Ля Минор Будут иметь возможность встречаться с этими песнями Каждый будний день А иногда и по два раза в день Спасибо вам Приходите к нам на канал Ля Минор В программу К нам приехал Спасибо Удачи вам, дорогие друзья Субтитры подогнал «Симон»